На протяжении многих лет продолжает действовать мошенническая схема, связанная с дорожно-транспортным происшествием, на которую до сих пор реагируют граждане. Звонят по телефону и сообщают о том, что ваш родственник попал в беду. Или вам необходимо перевести деньги, занять какому-то знакомому, якобы звонящему вам, который потом сообщает, что он расскажет о причинах его звонка. Не верьте, это тоже мошенники. Нужно в этом случае прекратить диалог с звонящим, успокоиться и перезвонить своим близким родственникам, чтобы уточнить информацию. Еще один вид мошенничества связан с кредитами. В этом случае, если у сотрудников банка возникает подозрение, то они вызывают полицию для проверки достоверной информации. Был недавно случай, когда женщину буквально выводили под руки из банка, привели к нам в отдел полиции, успокоили ее, напоили водой. И когда женщине рассказали, что она хотела сделать, что она хотела перевести несколько миллионов мошенникам, она тогда только пришла в себя и, конечно, потом благодарила сотрудникам, что хоть и насильно они ее выводили из банка, но вот такие случаи мы можем предотвратить. Что же касается онлайн-кредитов, то здесь, к сожалению, сотрудники полиции беспомощны. Человек, как правило, онлайн берет кредит, и он даже сам иногда не в курсе дела, что он становится счастливым обладателем кредитного займа на много миллионов рублей. И только потом, когда вся эта процедура перевода денежных средств произошла, он только потом, когда приходит домой, приходит в себя и понимает, что это мошенники, и приходит заявлять. К сожалению, в настоящее время, если сделать аналогию с прошлыми годами, если мошенничество было на сумму 200, 20, 30, 40 до 100 тысяч рублей, к сожалению, в сегодняшний день мошенничество идет от полумиллиона и до несколько миллионов рублей. Люди преклонного возраста более подвержены мошенническим махинациям. И вместо того, чтобы повесить трубку или обратиться за помощью к детям, они на слово верят абсолютно незнакомым людям. Уважаемые жители города Азова и Азовского района, Межмуниципальный отдел МВД России Азовский информирует об участившихся случаях мошеннических действий с использованием сети интернет и средств связи. Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте ваши персональные данные и реквизиты банковских карт посторонним лицам. Не выполняйте инструкции звонящего по переводам денежных средств с карты. Мошенники звонят от имени сотрудников банка, сотрудников полиции, сотрудников федеральных служб, сотрудников интернет-магазинов, операторов сотовой связи и сообщают о проблемах со счетом. Не верьте. По всем фактам незамедлительно обращайтесь в полицию. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо